Слава Богу, братья и сестры, за время, которое Он нам дарит. И я хочу сегодня говорить на тему, к которой мы не можем не возвращаться, о которой Церковь не может говорить в числе самых частых тем. Это тема веры, веры нашей Господу. Библия называет ее веру в Бога драгоценной, потому что она много что может, и потому что враг на нее посягает, чтобы ее украсть. То есть никто не пытается украсть у другого человека что-то ничего не значащее. Чем ценнее предмет, тем больше на него разных нечистых помыслов и посягательств. И поэтому наша вера драгоценная, потому что она спасает нас, она оберегает, она помогает нам во всякой скорби, она учит нас противостоять искушениям, и поэтому всеми силами враг ищет того, чтобы у нас ее украсть. И получается, что вера хранит нас, а нам нужно эту веру сохранить, чтобы она сохранила нас. Если у кого-то дома есть охранная система, допустим, какая-то система видеонаблюдений, датчики, то за этим тоже нужно всем наблюдать, чтобы оно было в порядке. Мы храним охранную систему, чтобы она оберегала нас. И в Библии есть слова, наверное, одни из самых драгоценных слов по поводу веры, которые записаны в Библии, звучат с большой такой надеждой, вдохновением для человека. Всего два слова – «только веруй». Когда используется слово «только», то как будто бы человеку говорят, что тебе много не нужно. То есть тебе нужно только верить. С одной стороны, действительно так, потому что падшее творение, человек вообще мало на что хорошее способен, и Бог для того, чтобы воссоздать связь с человеком, для того, чтобы сделать что-то для человека, говорит «только веруй». И в то же время мы читаем в Библии такие слова, как, например, один апостол говорит своему ученику «Подвизайся добрым подвигом веры». То есть «только веруй» и «подвиг веры». То есть есть случаи, когда верить равняется подвигу, когда это от человека требует колоссальных усилий и поднимается на очень такой большой высокий уровень. Нам для того, чтобы беречь нашу веру, нужно понимать ее природу. Мы на самом деле немного понимаем о природе веры. Если человек завел рыбок и не знает, как за ними ухаживать, то, скорее всего, у него скоро не рыбок и даже ухи не будет, потому что он кормил их чем придется, держал их в чем придется, наливал водопроводную воду с хлоркой, крошил им батон туда, и от этих золотых рыбок потом животом вверх какие-то мумии плавают. Для того, чтобы что-то сберечь, нужно понимать, что этому нужно. Знаете, иногда, когда моей жене предлагают что-то для ее куриц, то я понимаю, что для этих людей курицы и поросят – это примерно одно и то же. То есть плесневелый хлеб. Если бы вы видели, как она подбирает корм своим курицам и как она смотрит на дату выпуска комбикорма, то я так на молоко в магазине не смотрю с такой тщательностью, паясь себя и свою семью. И тут вот бывает, знаете, мы приезжаем домой, и у моего дома коробка с зацвелыми печеньями для куриц. И я никого, кстати, не критикую, я верю, что все эти люди с доброй души, но эти люди не знают, что такое несушки. То есть поросенок и несушка – это примерно для них одно и то же. Иногда люди с верой обращаются немножко как с поросенком. То есть они ее питают чем попало. То есть они впихивают туда что угодно и думают, что все пойдет. Только веруя, все будет в порядке, все нормально, она сама себя вылечит. Вот эту тему я провел в таком ключе. Вы знаете, прошу не торопиться с выводами быстро. Я сейчас произнесу фразу – вера питается праведностью. Вот нам привычно думать, что вера рождает праведность. Я хочу сегодня сказать о том, что вера питается праведностью. Почему так? С чего, чем начинается или чем заканчивается, и зачем вообще об этом говорить? Сейчас в христианском мире появился такой термин, он называется, звучит как суперблагодать. Суперблагодать – это означает, что ты можешь жить, как хочешь, и заниматься чем хочешь, и у тебя все будет в ладах с Богом, и ты будешь по-прежнему спасен, и все будет хорошо. С этим сражаются уже церкви намного менее консервативные, чем наша церковь, которых мы как-то воспринимаем, как очень свободные. Но даже их пугает это понятие. Мы можем думать, что, будучи церковью со строгими порядками, мы очень от этого защищены. И никогда в нашей среде никому не может прийти в голову такая мысль, что делай, что хочешь, и будешь спасен. У нас как бы проблемы другого порядка. В этом много истины в этих словах. Вы знаете, практика показывает, что зачастую люди, которые находятся в среде, где говорится не только об уповании на Бога, но и о личной ответственности, о личной святости, вообще-то люди имеют доступ к разным источникам информации. То есть они могут слушать разных проповедников, читать разные книги и принимать какие-то взгляды. И когда человек годами не справляется с каким-то грехом, с какой-то проблемой, то он становится уязвимым к такой вести, которая говорит, что бы ты ни делал, все в порядке. И вообще взгляды сами по себе, какие бы у человека не были, то есть они могут быть очень даже правильными, но когда человек полагается не на Христа, а на свои взгляды, взгляды его даже уберечь не могут. Какими бы правильными они не были, их нужно формировать. Их нужно формировать по Писанию, но мы должны понимать, что вот я знаю, как правильно, и я защищен. Нет. Мы защищаемся в нищете нашего духа, в полном осознании нашего уничтожества, в уповании на Христа. И мы говорим, Боже, благодарю Тебя, что Ты дал мне знать, что-то знать, но прошу Тебя, охрани меня. И поэтому нам не нужно быть такими самоуверенными, что тема суперблагодати, это тема актуальна где-то там далеко, это совсем не про нас. И вот хочу сегодня показать по Священному Писанию, знаете, о том, чем же вот эта вера наша на самом деле питается, чтобы нам ее кормить, кормить тем, что действительно ей полезно, чтобы она росла, а не умирала. Говоря о том, что мы мало не знаем, я хочу привести вот, например, такую иллюстрацию. В Библии сказано, для того, чтобы передвинуть гору, сколько нужно веры? Горчичное зерно. Вот если мы с вами посмотрим на размер горчичного зерна, то вы даже не увидите, вот оно такое, вот малюсенькое, около миллиметра. Что говорил Христос или что имел в виду, когда говорил эти слова? Имел ли он в виду, что вам достаточно горчичного зерна и больше вам ничего не надо, или надо очень мало, чтобы делать большие дела? Мы не можем до конца понять. Ну, просто есть еще одно место в Библии, когда апостол Павел говорит, если я имею всю веру, так что могу и горы переставлять. Христос говорит о том, чтобы передвинуть горы, нужно зерно горчичное иметь веру. Павел говорит, я должен всю веру, чтобы передвинуть гору. По простой логике мы должны поставить между зерном горчичным и вся вера, знак равно. Так зерно горчичное – это много или мало? Так это начало или конец? Так это все или только старт? И вот в этой вере очень много есть явлений, которые для нас могут быть как будто бы известны, но когда мы начинаем копать глубже, мы обнаружим, что у этой веры очень сложная такая природа. Итак, мы говорим о том, что вера порождает праведность. Есть такое место в Библии, ключевое для многих христиан сегодня, что веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И мы всегда говорим о том, что вера первична, мы сначала верим, потом становимся праведными. Да и Аминь. Что может еще грешный падший человек, кроме как уверовать? Мы веруем, и потом становимся праведными. Но мы опять обращаемся к некоторым местам Писания, которые, может быть, мы не очень хотим замечать. Они ломают нам голову, ломают стереотипное представление. Христос говорит об одной женщине, которая плача мывала его ноги. Он говорит, прощаются, грехи ее многие, за то, что уверовала. За то, что возлюбила много. Нам нужно это место проскочить. Нам оно не нужно, потому что в Библии написано только верой. Потому что только вера, прощение, ты не можешь ни заработать, ни заслужить ничего. И как бы мы просто тут переводчики что-нибудь напутали или еще что-нибудь. Давайте мы не будем на это смотреть. Как это прощается за то, что возлюбил? Как вообще грешник может любить? То есть сначала он еще должен полюбить, и потом его простят, что ли? Нет, нет, нам это не пойдет. И мы этот стих так это немножко заштриховываем, проскакиваем дальше, где там все понятие, по-люторовски уже, по-нашински, как говорится. Но это бы полбеды было. Мы проскочили бы этот текст. Но дальше Христос говорит в этом же стихе, «А кому мало прощается, тот мало любит». Так, в первой части стиха сначала любит, потом прощается. Во второй части стиха сначала прощается, потом любит. Так что первое, что второе? С чего начинается, чем продолжается? В одной фразе причина и следствие спокойненько меняются местами, как ни в чем не бывало. В богословии есть такое выражение, касающее самого богословия, отчеканенное богословие. Мы, люди, хотим, чтобы нам все так четко объяснили, все сформулировали, мы обратились к нужному пункту и все поняли. Но есть места в Библии, которые их просто невозможно. У них сначала первое начале, второе на втором месте, потом второе в начале, а первое на первом. А мы в учебнике это так не можем написать. Мы не можем вот эти пункты одновременно сделать первыми и вторыми. Нам в богословском учебнике надо писать первый пункт, первый шаг, второй пункт, второй шаг, причина, следствие. И вот эти слова Христа нам не дают возможность вот так все четко и по-нормальному изложить. Ну зачем он так делает? То Павел проповедует о вере и говорит только веру, и вера вменилась, и независимо от дел закона, и зачем-то там Яков, который говорит, ребята, ну человек оправдывается не только верой, но и делами. И вообще можно понять Лютера, да, там 500 лет назад, когда он, когда он раздражался от этого послания. Вы знаете, мы вообще его должны за это простить, потому что в то время был огромный прогресс в том, что он понимал, что он делал, мы можем его простить вот это неприятие послания Якова. Но через 500 лет не принимать послания Якова, не понимать, через 500 лет после реформации, это уже, наверное, непростительно. Потому что за 500 лет церковь немножко должна была, немножко шагнуть вперед и понять, как это все увязать. Почему апостол говорит, независимо от дел. Второй говорит, дела нужны. Как это все увязать? И можно ли это все увязать? Я хочу сегодня попробовать братья и сестры это увязать через 500 лет после вот тех событий. Да, я думаю, что многие хорошо с этим справлялись. Я сначала прочитаю тексты, которые показывают нам связь веры и правильных поступков или чистого состояния сердца, можем выразиться так, или наоборот, нечистого состояния сердца. Ну, конечно же, начнем с Якова, 2 глава, 22 стих. Очень известное место. Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства. Дела Авраама создали атмосферу для веры, в которой вера достигла своей полноты. Галатам, 5 глава, 6 стих, это уже Павел говорит, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Любовь – это верхушка праведности, святости человека. И Библия говорит, что вера, как автомобиль едет благодаря бензину, вера едет благодаря высшей точке праведности, движется благодаря любви. Первое послание Тимофея 6,21. «Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры». Негодное пустословие, споры, споры всякого рода, пустые, богословские споры, кажется, вещь безобидная, наверное. Но смотрите, здесь написано, люди этим увлеклись, это моральные вещи, это вопросы поведения, это вопросы нашего сердца, и они уклонились от веры. Они стали заниматься не тем, чем нужно заниматься, не тем, чем Писание предписывается, и они уклонились от веры. Первое Тимофея 6,10. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры». Не вера уничтожила сребролюбие в них, а сребролюбие в них уничтожило веру. И может быть, многие из этих людей говорили, «Я буду только верить, и она сама все во мне сделает, что нужно сделать». Но Павел говорит, из-за этого сребролюбия вы уничтожили свою веру. Еще есть у Иоанна 5,44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Искание своего тщеславия также уничтожает веру. Смотрите, какие моменты, которые достаточно ясно показывают, что вера в нашем сердце, будучи насаждена, может быть уничтожена нами самими. И вот еще в заключении в этом списке я прочитаю 1 Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть», вот такой компонент, добрая совесть, мы понимаем, что это человек, живущий по совести. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение». В чем? В вере. Только веруй. И к этому только веруй. Вокруг столько появилось текстов, которые говорят, что мы несем полную ответственность за то, что в этой спасительной, драгоценной вере произойдет, которая находится в нашем сердце. Сейчас нам нужно с вами попытаться понять, а как это все увязать с одним важным библейским текстом, что вера от слышания. Нигде не написано в Библии, что вера от наших поступков зависит, что вера зависит от нашей святости или праведности. Нигде такого нет. Она зависит от слышания. И человек читает Библию, ходит в собрания, слушает лекции и уверен, что он питает свою веру. Причем забывая, что можно читать Библию и слушать проповеди, и быть в собраниях, и Бога-то не слышит. Но это ладно. Четверг была брата Ивана Родионова проповедь замечательная, искаженном слухе. Можете послушать ее, найти эту запись. Там хорошо это проиллюстрировано. Я хочу показать сейчас. Смотрите, вот это звено, которое бывает нами не увидено, просмотрено. Да, вера от слышания. А от чего зависит то, что я слышу. У человека избирателен слух. Это с детства. Маня, помой посуду. Маня в другом мире находится. Маня в соседней комнате. Родители обсуждают заросший огород соседей. Маня все слышит. То, что к ней вообще никакого отношения не имеет. Она все слышит. И потом соседню говорит, а что у вас все лопухами заросло? Мама говорит, вы вот лентяи. Но вообще вот ей не надо. Ей надо было про посуду слышать. А она слышит там про чертополох в соседнем огороде. И вы, наверное, замечали, бывает, пожалуйста, пожилые люди, не обижайтесь. Это как бы факт. И это никак не оскорбительно. То есть у человека уже в старости слов притупился. Что-то вообще не слышится. Но вдруг какая-то неаккуратно сказанная вещь вдруг слышно становится. И все как бы там разговаривают спокойно про свою свекровь. Думают, что там ничего не слышно. И вдруг потом узнаешь, что оказывается было слышно. Даже физическое поражение слуха, оно остается каким-то избирательным и невероятным образом слух открывается, к сожалению, в самый ненужный момент. Почему-то. И вот вера от слышания это 100%. Это главный закон. А вот слышание, избирательность зиждется вот как раз на моральном состоянии моего сердца. Скверное сердце слышит одно, чистое сердце слышит другое. Если вы мне опять не верите, я буду вам доказывать. Вторую Тимофею, четвертая глава, первый стих. Это нам о слышании. Написано, «Отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем». То есть здесь подтверждается, что человек, слыша неправильное, уклоняется от веры. Вера от слышания. Слышишь не то, уклоняешься от веры. А притча 17.4 говорит нам о том, кто что слышит. «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного». Есть уста беззаконные, есть язык пагубный. И когда эти уста беззаконные, и этот язык пагубный говорит, он разрушает веру в нас. Это главная цель нашего врага. Но кто внимает, кто внимателен к этим устам? Написано, «Злодей и лжец». Это никак не назовешь праведником такого человека. В сердце человека живет ложь, в сердце человека живет зло, и Библия говорит, есть такой закон, что этот человек начинает слушать то, что губительно для него. И как это выражается в духовном мире в виде духов обольстителей. самое трудное искушение на планете было первое искушение. Потому что нужно было зародить неверие в чистых сердцах. сатана сначала скверняет сердце человека, чтобы вложить туда неверие, чтобы он начал внимать духом обольстителем, потому что злодей внимает вот этим злым пагубным устам. Ева и Адам не злодеи. Как сделать так, чтобы Адам и Ева начали внимать пагубным устам? Это был дебют дьявольский. На кону было поставлено все, все человечество. Сейчас, если здесь получится, то получится со всеми. Надо осквернить сердце Евы. Надо посеять туда что-то темное, что-то мрачное. Сначала подготовить эту почву. И плетется тончайшая паутина. Это просто вы такой паутины никогда не видели. С нами дьявол так не действует. Это просто роскошь большая. На нас такие орудия примитивные применяются, что там все работает. А здесь надо было так опутать, потому что это невинные два существа. И он говорит, вам правда нельзя есть ни от какого дерева в саду? У меня этот вопрос всегда думал, думаю, что он хотел-то вообще? ответ на вопрос легкий. Нет, нам все можно есть. Ну, вот одно дерево есть, и что, дьявол не знал, что ли? Он что, какой-то один из пришедших в Иерусалим, не знает, что тут произошло? Пришел и узнает, что можно покушать, змеи древние, что можно есть, чтобы не нагрешить? Ничего нельзя, наверное. смотрите, вот это тончайшая паутина, я вижу в ней, вы можете это оспорить, я вижу в ней набросок первой тени в адрес Бога. Бог неадекватен. Бог сотворил человека, сотворил рядом яблоки, сливы, тутовые деревья, апельсины, и сказал, а вам это все нельзя, мучитесь. Знаете, ну да, Ева говорит, нет, нет, мы думаем, что Ева это все вот так отвергла, дала полнейший отпор, но есть одно такое выражение, есть одно такое выражение, не буду рассказывать, в какой связи оно употребляется, есть такое выражение, но осадок остался. Знаете, как мы иногда там сестра, ты ничего не подумай, это только мои подозрения, это вообще, может это вообще нет, но мне кажется, что вот вот та-то сестра, она то-то и то-то, как бы, да, это только мои подозрения, я человек, там, вообще забудь, вообще забудь, это скорее всего не так, потому что, ну что, вот один факт, второй факт, я соединил, или соединил, как бы, и что сейчас, на этом придавать значение, что ли, вообще забудь, все, и разошлись. Вы же все знаете, да, что дальше будет. Все, все там, мы, почему надо так за языком следить, мы говорим, это только мы, знаете, я субъективный человек, да, у меня субъективный взгляд, вот, наверное, это вообще мне блашет, она вообще просто приснилась, поэтому забудь, все, но вот такое свойство человека, информация, память, куда-то туда уже зашло. Вы знаете, вот эта первая тень такая, Бог неадекватен, неразумен, Он сотворил человека, и все запретил, как бы, да, и кажется, полная победа, нет, все можно нам, только от этого дерева в саду нельзя есть, и дальше идет, говорит, нет, неправда, не умрете, вкладывается неверие, которое дальше чем подкрепляется? Первая мысль неадекватности, неразумности Бога подкрепляется тем, что Бог амбициозен, Он просто не хочет, чтобы вы знали то, что Он знает, вы будете как Боги, и Он поэтому вам запретил есть от этого дерева, потому что ему не нравится, какому начальнику нравится, когда подчиненные такие же умные, как он? Смотрите, мрак нравственный неверие, и снова мрак нравственный, закрепить эффект. Что делает Божий Дух? У Божьего Духа обратная работа, все человечество падшее, и надо сделать, чтобы человечество уверовало, а вера не живет в грязном сердце, как туда эту драгоценную веру поместить, когда она убивается от сребролюбия, от тщеславия, от всего-всего вот такого прочего. И Библия говорит нам, опять мы это тоже просматриваем, наверное, когда идет призыв к Богу, там не сказано, веруйте. А как сказано? Покайтесь и веруйте в Ивангель. Точно так же, как сначала нужно было осквернить сердце Евы, чтобы успешно насадить неверие, так Дух Божий приводит человека к покаянию, к очищению, чтобы вложить туда веру. И как нечистый дух закрепляет неверие новой нечистотой, так Господь закрепляет веру праведной жизнью человека. И получается такой круг. Мы рождаем детей, мы кормим наших детей, и потом наши дети кормят нас. Вера рождает праведность, праведность хранит веру. Вера усиливается, еще умножает в нашей жизни праведность, эта праведность еще усиливает веру. И этот благословенный, замкнутый круг, из которого враг хочет вырвать нас, насадив скверную. И Павел поэтому говорит, храните веру и добрую совесть, иначе будет кораблекрушение в вере. Если сегодня мы задаем много вопросов в адрес справедливости Бога, в адрес Его благости, у нас произошла какая-то трудность, из нас плещет недоверие Богу, из нас плещет то, что Он делает неправильно, Он неправильно вообще на земле творит свои дела. Библия говорит, кораблекрушение в вере происходит от отсутствия доброй совести. Ищи грех. Ищи грех. Потому что если твоя вера насаждается в чистом сердце, и ты приходишь в критический момент, эта вера сохраняет тебя. Если вера не смогла сохранить в критический момент, значит, она не подкреплена доброй совестью. Ищи грех. Ты возмущаешься Богом? Ищи свой грех. Как бы несовременно ни несовременно это ни звучало. Отказались от совести и потерпели крах в своей вере. Кто проходит через шторм? Мы любим так эту историю. Петр идет, смотрит на Иисуса, и волны Его не могут потопить. Мы проходим через шторм верою. Да. Мы видим Иисуса. Мы глазами веры видим Иисуса и побеждаем скорбь. Да. А Нагорная проповедь что говорит? Кто узрит Бога? Блаженный, чистый сердцем, ибо Бога узрят. Вера, уверенность в невидимом. Вера, я вижу невидимого. Но есть же еще в Библии место, которое говорит, что чистое сердце Бога узрят. Как это сценить? Да тем, что вера живет и процветает в чистом сердце. И умирает там, где появляется грех. Где он лелеется, где он приветствуется. И сейчас я хочу прочитать вам один текст, как пример, что даже в Библии мы слышим разные вещи. Я привожу пример такого текста, который, наверное, очень часто, скажем, искажается. Я на 15,7. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Миллионы людей, миллиарды христиан читали этот текст через тысячелетия, два тысячелетия, и слышали разные вещи. Из Библии, вера отслышания, я должен читать Библию, я должен выучить тексты наизусть. Я выучил Иоанна 15,7. Настанет день моей жизни. И если я буду пребывать во Христе, и слова его во мне прибудут, настанет день моей жизни, когда любую мою прихоть Бог выполнит, я жду этого дня. Настанет день, я буду просто поворачивать перстень на моей руке, хочу ванильное мороженое, и оно появится у меня на столе. Я жду этого дня. Вот она высота, вот она кульминация. У некоторых получилось, если они уже летают на своих самолетах и ездят на шикарных автомобилях и костюм дороже моего дома. Уже у некоторых получилось, я иду туда. Слышание, вера, Библия, все кажется, вот снаружи все нормально, только потом это все разлетается в пухи прах. Почему? Потому что, знаете, что слышит чистое сердце в этих словах? В Иоанна 15,7, чистое сердце, слышащий эти слова, говорит, неужели «Настанет день, когда я буду желать только доброго?» Боже, неужели, пребывая в Тебе и в Твоих словах, я поднимусь на такую высоту, что у меня не будет ни одного желания в сердце, такого, которому Ты бы хотел сказать «нет». Это совершенно другая высота, не имеющая ничего личного с виллами и самолетами, ничего абсолютно общего. Ничего. И вот этот текст читают миллионы христиан и слышат разное. И где вера рождается? Вера рождается, когда мы читаем с чистым сердцем и видим тот смысл, который Бог заложил. Напоследок хочу вам прочитать слова одного французского известного ученого Блеза Паскаля. Он выразился очень радикально. Я бы, может, лет 5-10 назад его не стал бы вам читать, потому что сказал бы, уважаемый ученый, при всем уважении вы тут кое-что исказили. Но видя, что происходит в последнее время в христианстве, я хочу дать эти слова просто для того, чтобы мы подумали, что вот там несколько сот лет назад приходилось говорить вот это. И сейчас, когда церковь в подавляющем количестве состоит из людей, которые родились в христианской семье, родились, возможно, что вот эти вещи очень станут актуальны. Причина задуматься. Давайте я читаю дословно, потому что я не умею выражаться как он. «Я немедля отказался бы от мирских наслаждений, если бы верил в Бога». Так обычно говорит безбожник. Паскаль цитирует безбожник. «А я так отвечаю на это», говорит Паскаль. «Вы немедля поверите в Бога, как только откажетесь от мирских наслаждений». Так что первый шаг должны сделать вы. «Я внушил бы вам веру, если бы мог, но это не в моей власти. И значит, не в моей власти проверить, так ли бы оно было в действительности». То есть Паскаль говорит, «Вы говорите, что если бы я уверовал, я оставил бы все мирское». И он говорит, «Я не могу вам внушить веру, чтобы проверить, правда вы так оставите или нет. Но вашей власти отказаться от наслаждений мирских и проверить, так ли оно будет в действительности, как говорю вам я». Говорит, «А вот вы можете, я вам веру не могу внушить, чтобы узнать, оставите вы мир или нет. А вы можете оставить наслаждение, чтобы посмотреть, а не появится ли вера в вашем сердце после этого». Еще интересная вещь говорит, тоже категорично, «Вы не способны уверовать, значит причина подобной неспособности в ваших собственных страстях. Старайтесь преодолеть себя, но не с помощью умножения доказательств бытия Бога». Люди начинают не только обвинять Бога в том, что он нехорош, когда враг зародил в нечистое сердце неверия, но вообще и Бога, наверное, и вообще нет. И люди думают, что сейчас с прежним скверным сердцем устраивая эту апологетику доказательства бытия Бога и того и прочего, и прочего, они обретут или там разберутся с этой верой. Но он говорит им, «Вы старайтесь преодолеть себя не с помощью умножения доказательств бытия Бога, а с помощью обуздывания страстей. Ваше неверие порождено не отсутствием доказательств Бога существования, а собственным грехом». Вместо того, чтобы читать Талмуды, большие там тома разных книжек, вы начинаете выскабливать свое сердце, начинаете выскабливать, и, может быть, вы увидите, что вера, которая стала улетучиваться, стала возвращаться или появляться. Во всем поступайте так, словно уже уверовали, говорит он. И я повторяю, что, наверное, это очень актуально сегодня для родившейся в христианской семье, которые годами, годами как-то не могут по-настоящему веровать. Наверное, здесь причина, следствие. Мы ждем, вот-вот он что-то, Бог со мной сделает, и что-то на меня сойдет, и я стал правильным человеком, и я крещусь, наконец. Мы помните, прощены грехи ее за то, что возлюбила, кому много прощено, тот тоже много любит. Давай-ка начни с себя. А если ты христианин уже много лет, и у тебя что-то много вопросов, и ты чувствуешь, что таяться вера, проверь совесть, посмотри, что там с ней. Может быть, эта грязь губит эту драгоценную веру. Помолимся.